Здравствуйте, уважаемые зрители! Я рад вас снова приветствовать на канале Среда Обитания. Спасибо, что заглянули на мой канал, посмотреть мой очередной видеоролик. Сегодня я записываю свой новый очередной сюжет и будет он посвящен двум замечательным городам. Первый город это Шатура в России, в Московской области. И второй город это Мриамполе, который расположен в Литве. Сразу же хочу сказать огромное спасибо одному из моих зрителей и подписчику за подобную идею сравнения. Но так как заказчик, конечно же, ограничился только сравнением улиц, и поэтому по поводу каких-то достопримечательностей я, наверное, запишу совсем немножко. Покажу самое основное, что есть в этих городах. Итак, поехали! Шатура это город областного подчинения с 2017 года на востоке Московской области России. Административный центр городского округа Шатура. Население данного города на 2020 год составляет 32 тысячи девятнадцать человек. Мриамполе это город на юго-западе Литвы, седьмой по количеству жителей, административный центр Мриампольского уезда. Население данного города на 2018 год составляет 35 тысяч 758 человек. Ну вот, несколько даже больше, чем в России. Обычно бывает наоборот. Начнем мы, пожалуй, с города Шатура. И знаете, как-то в последнее время стали интересовать именно автовокзалы и какие-то железнодорожные вокзалы. В общем, если можно посмотреть те места, куда, допустим, туристы приезжают какие-то, случайные гости приезжают. И как встречают именно чужих людей, проезжающих, какие места. Я думаю, что эти места должны быть очень хорошими, хорошо выглядеть, благоустроенными, чистыми. Потому что, ну, как бы сразу же, вот, люди приезжают и видят, как это все выглядит. Первое впечатление. Ну, как говорится, встречают по одежке, конечно же. Итак, давайте посмотрим автовокзал в городе Шатура. Вот так он выглядит. Снаружи такое какое-то, вот, видите, круглое здание получается. Но возле автовокзала вижу, что вся разбита дорога. Вот он, Московская область. Съемки апреля, между прочим, 2019 года. Очень свежие. И вот так вот сейчас выглядит дорога возле автовокзала в городе Шатура. Перейдем вовнутрь. Здесь, конечно же, вид получше. Опять же у нас июнь 2019 год. Есть зимние пейзажи. Тоже декабрь 2018 года. Вот так все заметено здесь. Ну, еще один летний пейзаж. Ну, в общем, такой ничем не привлекательный какой-то автовокзал. Само место непонятное. Ну, вот центральный вход в него непосредственно. Ну, если кто-то будет в городе Шатура Московской области, обязательно стоит посетить краеведческий музей. Здесь вот история края собрана. Город небольшой, но есть свой вот такой небольшой, тоже скажем так, музей. Экскурсоводы говорят, рассказывают здесь о добыче торфа даже. Ну, и вообще о крае в целом. Различные также предметы старины предоставлены. Вот, посмотрите, набор различных старинных утюгов здесь. Интересный, конечно же. Вот быт древних славян, скажем так, ну, тех людей, которые проживали непосредственно на этом месте. Самоварчики. Ну, такой, в общем, музей небольшой, но достаточно интересный. И, судя по отзывам, особенно тех, кто посещал его, конечно же, стоит заглянуть. Тем более, там билет стоит, ну, буквально символическую какую-то сумму. Поэтому не пожалейте, загляните, посмотрите, как это все там выглядит. Еще одно очень такое знаменательное место. Это фабрика матрешек. Честно говоря, я об этой фабрике сам не знал. Вот, посмотрите, различные. Многие, конечно же, страны не представляют Россию без матрешки. И если приезжают именно как-то на экскурсию, либо в гости, то обязательно эти матрешки покупают. Тем более, сейчас они различного вида есть. Всевозможные. Резные, расписные и так далее. Да, конечно же, много очень именно ручной работы. Прекрасное такое вот произведение получается. Еще давайте посмотрим городской парк в городе Шатура. Вот так он выглядит зимой. Довольно-таки много здесь, как описано, детских площадок. Есть какие-то аттракционы в летнее время. То же самое работает. Можно так вот отдохнуть. То есть такое хорошее место для отдыха именно с детьми. Ну, и вообще семейного отдыха, скажем так. Есть водоем также. Ну, достаточно красивое и ухоженное место, как обычные городские парки. Даже можем с вами наблюдать вот некоторые здесь фотографии, где показаны, что на самом деле все так чисто, ухоженно и красиво. Вот, смотрите, вот такой замечательный вид тоже. Есть цветы посаженные. Благоустройство, конечно же, здесь впечатляет. Просто здорово. Ну, и не могу не показать, друзья мои. Это Казанская церковь. Икона Казанской Божьей Матери одна из почитаемых на Руси. Поэтому обязательно, вот, давайте мы его так немножко посмотрим со стороны. Храм очень скромный, небольшой. Вот такой. Постройка, честно говоря, вот не посмотрел. Но я так понимаю, что постройка достаточно уже старинная. И храм, скорее всего, возможно, даже из дерева сделан. Ну, либо он каменный и отделан деревом сверху. Вот такая прилегающая территория, неплохая, октябрь 19-го года. Есть зимний пейзаж. Вот здесь храм в снегу немножко. Прочищены дорожки, видим. Такое вот замечательное духовное место. Ну, давайте перенесемся мы теперь в Литву, в город Мариамполе. Вот так выглядит город с высоты птичьего полета. Да, даже, наверное, зря так сказал. Со спутника будем говорить, да. Да, возможно, птицы так высоко и не поднимутся. Но, тем не менее, вот посмотрите. Через город протекает река. Что за река, мы ее посмотрим. Здесь, я думаю, что есть даже мост. Стоит тоже посмотреть виды с моста. Итак, давайте отправимся непосредственно по некоторым достопримечательностям. Также посмотрим их быстренько. Итак, первое, на что мне захотелось обратить внимание, это церковь Святого Михаила. Можем полюбоваться данным строением, как снаружи, так и зайти, посмотреть вовнутрь. Вот так это все выглядит. Посмотрим прилегающую территорию. Как обычно, такое хорошее убранство. Цветочные композиции различные здесь расположены. Здесь, видим, проходит крестный ход. Есть на территории данного храма также захоронение. Такой вот старинный колокол висит. Посмотрите, так близко вот снят. Вот такая еще есть фотография интересная. Чуть сбоку храм выглядит. Есть еще один вот такой замечательный храм. Если у меня вот как получилось с переводом, это Святого Винцента. Если я ошибаюсь, приношу свои, конечно же, глубочайшие извинения. И прошу поправить меня в комментариях, как правильно все-таки этот храм называется. Тоже достаточно это старинная постройка, я вижу. Посмотрите по кладке кирпича, как замечательно он выглядит. Какой такой вот подход оригинальный тоже к этой кладке. Также на территории мы наблюдаем здесь определенные захоронения. Ну, это классический. Храм, я так понимаю, католический. Вот можем заглянуть вовнутрь. Так, я понимаю, проходит вот здесь служба. Есть вечерний вот такой вот тоже снимок. Ну, вот здесь пустой храм. Можем посмотреть, как он выглядит внутри. Есть в городе Мариамполе также музей. Вот сейчас мы заглянем вовнутрь, посмотрим несколько экспозиций. Я так понимаю, что в музее предоставлены, внимание, какие-то вот исторические экспозиции, выставки различных также вещей. Фотографии здесь вот развешены, скорее всего, известных людей Литвы. Есть вот такие вот залы. Здесь, возможно, это национальная вышивка. Точно не могу сказать, какие-то вот орнаменты из ткани сделаны. Поясните, пожалуйста, кто будет просматривать, что вот здесь за выставка такая. Есть вот такие исторические фотографии также представлены. Военная одежда. Здесь вот различные тоже старинные находки. Ну, вот так выглядит сам вход в этот музей. Я думаю, что он небольшой. И также за символическую плату можно посмотреть, посетить, окунуться немножечко в историю этой Балтийской страны. Ну что ж, начнем мы просмотр улиц города Шатура Московской области. И отправимся вот на такое колечко. Ну что ж, съемки у нас здесь очень свежие. Это июнь 2019 года, то есть год назад. Вот это вот кольцо оказалось очень огромным. Посмотрите, насколько массивное. Оно сделано здесь в виде сквера такого. Вот, есть зеленые насаждения, места для отдыха, фонтан. Здесь же стоит памятник, скорее всего, Ленину, я так понимаю. Ну и здесь, да, тут имеется название. Вот можно обратить внимание, площадь Ленина. Так что и памятник Ленину присутствует. Давайте осмотримся на месте. Вот так город Шатура выглядит на сегодняшний момент. Есть определенные изъяны по поводу дороги. Хорошее озеленение, конечно же, посмотрите. Очень неплохо совсем. Хорошие бордюры положены вот краем. Идет вот такая изгородь тоже. Причем не просто какой-то заборчик там из трупа, а вот именно ковка такая искусственная. Ну я думаю, что понимают все, что это такое. Здание. Ну вот здесь, конечно, особо разглядеть не получается. Старое оно, не старое. Скорее всего, даже, смотрите, два этажа, а верхняя кладка уже новая совершенно. Ну и хорошая крыша и так далее. Заборчик такой тоже декоративный, неплохой. Тротуары хорошие, посмотрите. Ну в общем, окружающая обстановка довольно-таки так приятная. И само колечко оформлено здорово. Ну вот в виде сквера, ну что, я уже как-то говорил о том, что хорошо бы вот большие такое круговое движение, где и большие такие кольца оформлять в виде сквера. Но это не совсем удобно, хочу сказать. Вот здесь вот есть пешеходный переход. Сами понимаете, всегда напряженка идет по круговому движению. И вот здесь еще приходится тогда автомобилем притормаживать, чтобы пропустить пешеходный переход. Кроме всего прочего, посмотрите, вот знак висит, да, по левую сторону, по правой стороне его, естественно, нет и невозможно поставить, потому что нужно подъехать вот к этому зданию, Дом культуры. Поэтому здесь его нереально просто разместить. Может быть, вот как-то, какой-то в виде баннера такого сделать, этот знак там, не знаю, можно было бы. Поэтому его, конечно же, сложно иногда заметить. Ну, благо есть, конечно же, разметка вот такая. Оставим кольцо в покое, пусть оно размещается там спокойно и перенесемся в один из дворов, где есть многоэтажные здания. Вот такие вот жилые массивы расположенные. Новостройку мы видим с хорошим фасадом и с хорошей отделкой, такие эркеры здоровские, конечно же, закрытые, придают такой необычный вид вот этой многоэтажки. Многоэтажка, конечно же, новая видим, но еще даже в эксплуатацию, я думаю, что не введена. Посмотрите, провода висят здесь. Хорошо оформлена прилегающая территория, но вот старые дома. Трехэтажные, это классические хрущевки построенные, но тем не менее, посмотрите, двор выглядит все-таки довольно-таки достойно. У меня были уже на обзоре несколько городов в Московской области и там даже с дворами были определенные проблемы. Здесь хочу сказать, что двор просто выглядит неплохо. Хорошо бы, конечно, пройтись вот по той стороне. Здесь новостройка, понятно, что будет все намного лучше по благоустройству. Съемки у нас тоже свежие, 19-й год, но тем не менее. Ну, вот эта вот многоэтажка, конечно же, кажется, заселена, потому что вот, в принципе, внизу какие-то виднеются вывески. Думаю, уже жилой дом. Ну, в общем, неплохой двор, хотя кое-какие изъяны присутствуют здесь и на дороге, и на тротуарах, ну, это уже мелочи. Это уже мелочи. Да, плитки нет, положен асфальт, ну, и то хорошо, он свеженький, крепкий такой видно, и под автомобили тоже парковка выделена и тоже в хорошем состоянии. Есть вот такой двор за шлемы. Здесь, конечно, наверное, какое-то производство. Вот это здание, какие-то, может быть, цеха. А здесь, конечно, больше похоже, вроде бы, на жилое, но хотя, с другой стороны, нет. Это, наверное, тоже какой-то производственное. Очень много кондиционеров висят, решетки на окнах. Обычно это какое-то тоже такое здание, где, может быть, от какого-то завода что-то располагается, какая-то контора, и вот ставят решетки. В принципе, как бы в жилых зданиях, в квартирах такого не наблюдается особо. Город небольшой. Вот еще на одну улицу мы на такую попадаем. Съемки у нас по-прежнему июнь 2019 год. Посмотрите, довольно-таки широкая, но хотя тоже очень много каких-то вот торговых точек. Дальше, продвигаясь по улице, я обнаруживаю вот такие вот многоэтажные здания, пятиэтажные постройки. Тоже, конечно же, можно говорить, что они не свежие. Это уже произведена какая-то реновация, что-то ремонтировалось. Ну вот, слава богу, увидели мы неплохо выглядящие такие балконы. Пусть они даже в металлопрофиле сделаны, но они одинаковые. Посмотрите, с этой стороны синие, с этой стороны зеленым профилем сделаны, дальше с желтым профилем сделаны. Ну и фасады домов. Я думаю, что до того, как вот их покрасили и как-то отремонтировали, они были в таком состоянии, что страшно было бы смотреть. Ну вот, пожалуйста. Вид, конечно, очень неплохой. Обычно вот такую какую-то похожую отделку мы наблюдаем в Польше и во многих городах. Здесь тоже вот такой декоративный заборчик из насаждений и плюс еще металлический стоит по обеим сторонам. Что с дорогой? Ну, неплохая дорога. Есть вот такие тоже изъяны, трещины определенные. И бордерный камень лежит тоже, в принципе, на четверочку. Ну и само озеленение. Да, где-то, может быть, вот здесь небольшие деревья какие-то, тут огромное дерево стоит. Ну вот такого, знаете, оформления эстетического, конечно же, нет по поводу озеленения особого. Вот есть кустарные насаждения декоративные, и то пора бы их уже обрезать и приводить в порядок. Ну а так, в принципе, вид все равно неплохой. Еще на одну очень широкую улицу переходим. Я вот крайне удивлен, что город-то небольшой, в принципе, торговый. Вот здесь центр Ашан, который очень распространен в России. Ну вот, посмотрите, город небольшой, на какие широкие улицы. Вот это, конечно, радует. Вот там вдали, видим, ведется строительство какое-то. Это тоже хорошо. Посмотрите, какое качество дороги. Здоровское просто. Здесь стоят многоэтажки, и они свежие. У нас съемки также июнь 2019 год, довольно-таки свежие. Посмотрите, уже светофоры беспроводные стоят. Разделительная такая вот полоса присутствует. Все оккультурино. Торговые ряды, кстати говоря. И на удивление вот в этих торговых рядах, конечно же, краем здесь довольно-таки чисто. Лужи после дождя, да. К сожалению, здесь вот дорожники как-то ошиблись. Либо просел асфальт из-за, опять же, вот этих водостоков каких-то там определенных. Следующая улица. Здесь, конечно, вид чуть похуже, но вот очень много таких, как бы, торговых точек. Посмотрите. Дальше вот мы продвинулись по этой же улице. Ну, это уже, конечно, ближе к окраине. Ну, давайте еще один район посмотрим с застройкой многоэтажных домов. Что мы здесь обнаруживаем? То же самое. Есть и старые дома, есть и новые постройки совершенно. Вот они так выглядят. В принципе, особо картина не поменялась ни в худшую, ни в лучшую сторону. То же самое здесь июнь 2019 год. К сожалению, вот такие вот газончики, они подсохли. А вот здесь видно вот определенную неухоженность, конечно. Трава растет, край вот этой дорожки. Ну, а общий вид, в принципе, радует. Посмотрите, все выглядит, конечно же, неплохо. Даже в Московской области я часто встречал улицы, которые выглядят крайне как-то зарощенными, заброшенными, неухоженными. Даже с мусором там и с разбитой дорогой. Шатура, в принципе, вот многоэтажные где здания, вот такие вот спальные районы, они, конечно же, радуют. Жаль, что, опять же, не можем зайти куда-то во двор, посмотреть, как там выглядит все. Ну, в принципе, мы уже были, видели. Я думаю, что ничего особенного там, изменений нет и в этом районе. Да, может быть, многоэтажные, вот где новостройки стоят, здесь вид будет, конечно же, получше во дворах, посолидней. Но, тем не менее, я так понимаю, что реновация этот город тоже довольно-таки хорошо коснулась. И многие здания мы видим, что отремонтированы. Хотя, вот, конечно, старая такая вот панельная пятиэтажика стоит. Ну, хотя с неплохим фасадом. Вот эту вот отделку, я как-то задавал вопрос, может быть, кто знает, что это за отделка фасада. Вроде как мелкая плитка, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, здесь, конечно, и балкон уже похуже. Ну, вот с таким видом, конечно, балконов, ну, как-то не совсем приятно для московского, для города Московской области. Ну, что же, давайте посмотрим районы с многоквартирными домами в городе Мариамполе, что в Литве. Здесь, конечно, дома поменьше. Посмотрите, съемки, кстати говоря, вот здесь я попал, но они достаточно старые. К сожалению, новых нет. Сейчас я, знаете, что сделаю. Сейчас я посмотрю панорамные снимки, которых достаточно, вроде как, много я обратил внимание по этому городу. Может быть, они более свежие. Но, хотя, опять, посмотрите. Вот там 19-й год, здесь 12-й год. Понимаете, какая разница? И, тем не менее, обратите внимание на состояние домов, на состояние дороги, тротуаров и прилегающей территории. Но даже тогда, в 12-м году, здесь намного лучше. Мы много можем спорить про дотации из Евросоюза, там, что-то как-то. Но уже в 12-м году вот это все сделано. И сделано это не вчера, понимаете, как. И плитка не вчера постелена. Видно, что она уже подзатертая, она лежит уже довольно-таки давно. То есть, власти данной страны, они старались и облагораживали город-то. Понимаете? И это 12-й год, да. Это сделано уже достаточно давно. Я, конечно, вот очень жду новой панорамы по Литве. Обещают, что Google выложит. Я не знаю, наверное, каждый там буду делать населенный пункт уже, как будут появляться новые снимки. Просматривать. Вот просто в предвкушении того, как изменилась страна на сегодняшний момент. Ну, дай бог, конечно, чтобы Россия изменилась в этом плане еще лучше, там, в 10 раз даже лучше. Но пока вот у нас такое состояние с нашими возможностями, с нашими доходами в страну, но, к сожалению, пока никак. Ну, вот, посмотрите. Да, идет ремонт дороги. Здесь плитка постелена очень широкими такими тротуарами. И сами дома. Вот, убрать граффити, который молодежь очень любит рисовать во многих странах, в том числе и в России, конечно же. То тут выглядело все просто шикарно. Ну, здесь тоже 12-й год, город Мариамполе. Ну, вот так он выглядит. Давайте сейчас посмотрим, я говорю, еще какие-то панорамные фото, может быть. Ну, такое здание портит общую картину. Но видно, что идет определенные работы по благоустройству территории и отделке зданий всех. В таком интересном они состоянии. И тротуары, и дорог, конечно же. Ну, да. Все это очень здорово. Так, ну вот, у нас есть такая панорамка. Это какой-то культурный центр. Съемки 16-й год уже, то есть более свежие. Можем посмотреть на город. Здесь, скорее всего, центральная площадь, возможно. Если я не ошибаюсь, пожалуйста, уважаемые зрители, поправьте меня. Здесь вот такая стелла стоит, тоже посвящена. Чему, если возможно, в комментариях напишите. Посмотрите, какие здоровские цветочные композиции расположены. Очень весьма качественная плитка. Здесь вот даже уложен булыжник такой здоровский. Вот оформление прилегающей территории. Я говорю, если посмотреть вот сейчас, конечно же, все эти снимки, я думаю, что тот же город Мариамполе, он выглядит просто в десятки раз лучше, что в 2012 году. Ну вот, видно, что идет отделка и фасада здания многоэтажного. И дальше мы можем посмотреть в хорошем состоянии, в принципе, все вот эти вот постройки. Так, что здесь дальше у нас? Ну, может быть, вот эта вот администрация какая-то города расположена. Не знаю точно. Посмотрите. И зеленые определенные насаждения есть, причем очень оккультуренные. И отделка такая урбаническая присутствует в виде плитки, в виде камня, в виде асфальтного покрытия. Ну, в общем, состояние, конечно, просто просматривается и дальше. Вот эта улица просто замечательная. Ну, давайте еще посмотрим. Ну, вот здесь панорамный снимок такой именно вот с этой площади на весь город. Можем так посмотреть. Тоже, к сожалению, я не... А, да, вот можно прибавить, кстати говоря. Можно приблизить. Вот такую площадь мы видим. Вот дальше вот эта улица в прекрасном состоянии. Ну, вот можно, может быть, найти какие-то не совсем качественные состояния зданий. Хотя, в принципе, их состояние неплохое. Да, может быть, их еще не успели отделать. Съемки у нас 18-й год, да, кстати говоря. Вот. Ну, как-то вот серовато они выглядят и выделяются из общей картины. Ну, а так, в принципе, общий вид на город просто замечательный. Так что, даже те же деньги, которые выделяет Евросоюз, как очень часто пишут в комментариях на содержание Литвы, они тратятся по необходимости на благоустройство и города, и всех населенных пунктов, которые есть в Литве. Здесь вот съемки октября 2014 года, то есть прошло буквально два года, и посмотрите, что с городом произошло, в принципе. Да, плитка видно, что поменена, и она очень новая. Ну, еще раз говорю, деньги выделены от Евросоюза, как обычно говорят. Они вкладываются в территорию, в собственную территорию, в развитие ее, в благоустройство ее и так далее. Не выводятся они куда-то обратно. Ну, оседают в карманах, кто там, как говорится, у колодца и не напитцы. Да, возможно, это присутствует. Но видно, что в страну деньги, если приходят, то они вот здесь, они для людей. Здесь октябрь 2015 года. Еще одна улица, мы отошли чуть в сторону. Что, к чему придраться можно? Можно придраться вот к этому зданию. Посмотрите, вот тут фасад облупился, штукатурка осыпалась как-то. Вот. А если смотреть вообще в целом на район, на улицу, посмотрите, ну, вообще, какие вопросы? В принципе, у меня просто плохих каких-то слов негативных у меня нет. Все выглядит просто шикарно. На другую улицу перехожу, уважаемые зрители. То же самое. Картина не меняется в худшую сторону. Может быть, даже где-то в лучшую, потому что фасады выглядят еще более свежие. Сентябрь 2016 год. Вот так все здоровски это просматривается. Здесь 2015 год. И, в общем, город Мариамполе очень радует своими видами. Посмотрите. То же самое. Везде плитка. Везде тротуары в плитке. Даже дорожная, вот эта, дорожная часть, которая тоже самая в плитке. Вот здесь еще свежие съемки. Это 2017 год, пожалуйста. Мы попадаем на ту площадь, которую просматривали со стороны. А вот сейчас будем на непосредственно этой площади. Вот так она выглядит. Посмотрите. Ну, хороший такой европейский город. И, я бы сказал, даже ничем не хуже многих городов в той же Польше, к примеру. Даже, может быть, некоторые города в Польше и уступят Мариамполе. И, если я правильно ставлю ударение, прошу прощения тоже самое за это. Как бы. Ну, в общем, глаз радует любой просто. Любой взгляд, куда бы мы ни посмотрели, все радует глаз. Ну, здесь панорама 2012 года, к сожалению. Ну, и, тем не менее, посмотрите. Опять же, я говорю, посмотрите. Уже работы ведутся. Опять же, благоустраивается вот эта территория. Я думаю, сейчас она выглядит намного лучше. И, в принципе, даже без тех вложений, которые видно, свежие на данный момент, и дорожные покрытия, и те же здания выглядят, я бы сказал, даже, наверное, лучше, чем в том же городе Шатура. Ну, что ж, давайте перейдем, опять же, в город Шатура и посмотрим больше частный сектор. Ну, вот здесь я обнаружил панорамный снимок такой, сентябрь 2018 год. Пожалуйста. Здесь многоэтажные здания, которые панельные, наверное, скорее всего, сделанные. Вы посмотрите, эти швы уже как-то заделали, чтобы не развалились они в конечном итоге. Здесь известный гипермаркет в России, сеть, вернее, гипермаркетов, это пятерочка, прилегающая территория даже у гипермаркета. Вот такая, посмотрите, выбитая плитка, вернее, не плитка, а плиты, перекрытие, которое используется обычно только при строительстве. Ну, а здесь они на дороге лежат, вернее, на тротуаре даже непонятное состояние, прилегающее у этого гипермаркета. Вот вам и даже торговая точка. И это всего лишь, фактически, два года назад, такое состояние. Вот Московская область. Ну, что касается частного сектора, к сожалению, тоже здесь съемки довольно-таки старые. Это май 13-й год, друзья мои, но, в принципе, так вот слабонервным смотреть бы не рекомендовал бы это все. Для, опять же, Подмосковья или Московской области, вот этот город, пусть он и небольшой, но частный сектор выглядит даже хуже какой-то деревни. И на 13-й год вот такое состояние. Может быть, сейчас есть какие-то определенные, посмотрим, панорамы более свежие тоже, посмотрим хотя бы с какого-то ракурса частную застройку. Ну, вот так, перекосившийся какой-то штакетник, заросли вокруг дома, люди живут, теплицы вот стоят, в принципе, нормально. Здесь тоже, вот, пожалуйста, какой-то непонятный дом. Ну, хотя бы забор вот сделали как-то посвежее. Перенесемся на другую улицу. Здесь несколько картин поменялось. Посмотрите, вот такой неплохой забор мы видим возле этого дома. Не металлопрофиль пресловутый. Ну, вот здесь вот, поскольку этот металлопрофиль. Вот здесь вообще декоративный штакетник. Тоже съемки-то не свежие. А штакетничек, посмотрите, какой здоровский. Да, его стоит, конечно, покрасить, может быть. И выглядело это прилично. Кроме всего прочего, такая прямая хорошая дорога. Озеленение неплохое. И видно, что за ним ухаживает. Да и придомовая территория, в принципе, как бы не в таком же и запущенном состоянии убрана. Видно, что трава тоже срезалась. Хотя это май, 13-й год. Но, вот если с прошлого года ее бы не убирали, эту траву, представляете, сколько здесь старенька бы сейчас стояла. Видно, конечно, что за этим ухаживали. Молодцы. Вот эта улица очень радует. Ну, также есть вот такие виды. К сожалению, ничего хорошего. Лужа посередине дороги. И состояние. Кстати говоря, сейчас мы перейдем в Литву, в город Мариямполе. И посмотрим также частный сектор. Я думаю, что там тоже съемки будут не такие свежие. Вот как раз и можно сравнить одинаково, можно сказать, по временным каким-то характеристикам, как выглядит там частный сектор тоже. Ну, я думаю, с частным сектором, с частной застройкой в городе Шатура все понятно. Ничего мы тут особенного не увидим. По-прежнему у нас съемки 2013 год. Заброшенный вот такой вот дом на два хозяина, естественно. Я уже пытался и на окраину выйти, пытался и чуть приблизиться к центру. Но, к сожалению, вот такие вот виды. Вот тротуар положен. Для кого он здесь, конечно, неизвестно. Но, тем не менее. Ну, в общем, частные застройки в городе Шатура Московской области совершенно меня не порадовали. Смотреть совершенно просто не на что. Я, честно говоря, даже нахожусь в определенном шоке, что такое состояние города и частной застройки в Московской области. Уже много городов просматривали даже не в Московской области, более как бы глубинок. И там частный сектор выглядел даже на 2013 год намного лучше. Ну что ж, посмотрим частную застройку в городе Марьям-Поле. Что в Литве. Ну, попадаем на такой вот мы перекресток интересный. Да, кстати говоря, как я и сказал, съемки это июль 2012 год. Вот, в принципе, временные рамки одинаковые с Россией. Поэтому особо прошу меня не ругать. Ну, вот так выглядит частный сектор. Посмотрите. В принципе, это фактически окраина я попал. Сейчас посмотрим другие районы. И то, вот даже глядя на это окружение, мы можем сказать, что здесь вид совершенно иной. Ну, какой иной, пожалуйста, напишите в комментариях. Я не буду выражать свои, как бы, эмоции, чтобы меня особо не ругали мои зрители. Видим, что здесь даже контейнеры для раздельного сбора мусора, который у нас сейчас пытаются везти в стране, простите, в городе. Просто сегодня только ехали с работы. И смотрели, какие контейнеры поставили у нас. Это обычная сетка, куда размещается там пластик, металл, наверное, там и так далее. Только вот непонятно, почему мы за это должны дороже платить. По идее, это для нас, как бы, для людей, опять же, для местных жителей, это же ухудшилось в положении. То есть нам, как бы, нужно разделять этот мусор где-то, хранить и так далее. Я думаю, что в связи с этим, наоборот, нужно цену снизить было. А нам это повысили. Ну, конечно, очень странно. Ну, такие абсурды в России очень часто встречаются, конечно же. Вот мы перешли на другую сторону, а другую улицу тоже самое. Я думаю, что даже для того времени здесь выглядит все намного лучше того, что мы видели недавно. Но вот, хотя есть и в Литве такие вот районы, то, что мы видели в России, в принципе, ничем не отличается. Посмотрите, такие же заросли, такие же какие-то непонятные строения, определенная заброшенность присутствует. Да, возможно, это тоже уже дачные участки какие-то. А в наши дачные участки, вот даже и в Московской области, там лезть нечего. Потому что все тоже выглядит довольно-таки аскетично. Ну, зато есть, опять же, какое-то хотя бы плохое, но асфальтное покрытие. Здесь вот, уважаемые зрители, я вышел совершенно на окраину города. И вот, посмотрите, какое, опять же, состояние, фактически, можно сказать, прилегающей территорию городу, как сельской местности. Ну, просто замечательно, естественно. Видно, что уход ведется при домовой территории даже вот на таких окраинах города Мариамполи. Еще одна частная застройка города Мариамполи. Посмотрите, то же самое. Ну, здесь ведется, конечно же, видно ремонт, да. Съемки также довольно-таки старые, но тем не менее. Если мы сравниваем все-таки с городом Шатурой, с Россией, тоже. Вот, напишите, какие ваши впечатления от увиденного. Ну, и еще одна улица частной застройки, друзья мои. И на этом мы будем заканчивать свой обзор. Также по-прежнему у нас съемки достаточно старинные. Но, тем не менее, посмотрите, конечно, не супер качественный асфальт, не супер качественные обочины. Но состояние возле домов, конечно, отличается от того, что мы видели в городе Шатура. Каким образом отличается, ну, пожалуйста, также, говорю, напишите в комментариях. Можем пройтись вот по этой улице, немножко посмотреть. В принципе, это тоже достаточная такая окраина. Да, вот, придеремся, вот давайте, хорошо. Вот здесь ведется стройка, навален шифер, навален стройматериал. Но это стройка, ну, что сделать? Без этого никак нельзя. Здесь, пожалуйста, видно, что люди занимаются также на какими-то сельскохозяйственными работами и участок разрабатывают. Но вот те же дрова, не наваленные какой-то кучей непонятно хаотичные, а разложены все вот просто в стопочку такую. Вот полено к полену лежат. И, в принципе, по всей стране, вот когда просматриваешь вот этот вот частный сектор, видишь, как вот эти вот полены расположены. Ну, конечно, если их только не привезли и не высыпая фиксировала. Ну и дальше, пожалуйста. В принципе, я говорю, картина особо не меняется. Она также одинакова. Виды просто замечательные. И по поводу сравнения с Россией, пожалуйста, напишите, что вы об этом, обо всем думаете. Еще раз говорю, у нас съемки получаются, в принципе, по сравнению одинаковые. По частному сектору нет новых съемок ни с Литвы, ни с России. Ну, вот просматривая такие моменты, пожалуйста, скажите свое мнение. Где лучше, где хуже, где визуально приятнее смотреть на все это. Ну, вот так продвигаемся дальше. Да, вот довольно-таки красивые такие постройки. Посмотрите, дом вроде бы как бы и с одной стороны, да, видно, что с такой хорошей отделкой, но эта отделка не богатая. Это отделка просто со вкусом. Ну, та же металлическая, допустим, здесь черепица, да, идет покрытие, видим. Тот же сайдинг. Но сделано все достаточно красиво. И такая хорошая придомовая территория. Кстати говоря, в городе Шатура, сколько я не походил по улицам, я не нашел ничего даже подобного, похожего вот на это. Ну что, уважаемые зрители, спасибо вам огромное за внимание. На этой вот приятной ноте я буду заканчивать свой обзор. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал. Очень нужны мне подписчики последнее время. Всем огромное спасибо, что остаетесь со мной. Заходите на канал, ставьте колокольчик, нажимайте на колокольчик, будет много еще впереди чего интересного, чтобы ничего не пропустить. И вам придет обязательно оповещение, что я разместил новое видео. Все, всем спасибо за внимание, всем до свидания.